Радио Чувашии Эдмир Николаевич, вы являетесь руководителем территориального агентства развития Чувашской республики и еще член общественной палаты. У вас очень много работы и забот. Сегодня я хотела бы с вами начать разговор о предстоящей переписи. Вы очень интересно рассказывали об истории переписи. Вот мы говорим, в следующем году у нас это первая цифровая перепись. Но вы с этим не согласны? Совершенно верно. Но начну последовательно с ваших положений о том, что у меня много работы, но добавлю, что она приятная работа. И помимо этой приятной работы, ей предшествует работа той темы, о которой мы будем говорить. А именно предшествует статистика. Без никаких цифр говорить о развитии территорий, говорить об общественной работе невозможно. А статистика – дело такое суровое, хотя все ее ругают, приводят по случаю и без. Но еще раз повторяю, цифры – это основа, это фундамент для разговоров, для конкретики и для развития территорий, и в конце концов для привлечения новых средств для развития этих территорий. Что мы знаем о переписи населения? Сама перепись, она началась официально в России в 1897 году. Эта история вот такая официальная. Но есть неофициальная, и традиция переписи населения, она к XIV веку. Первую перепись делали, конечно же, не русские, монголы-татары пришли. У них задачи были ясны, понятны. Нужно было собирать налог. Небольшой, но с каждого. С кого-то не надо было собирать, например, с монастыря не собирали, а с населения они собирали. Каким образом они это делали? Они по дворовое описание делали. И вот оттуда у нас идет уже такая традиция – описывать не по человеку, не по мальчику, девочке, сыну, дочь, даже не семью. Вот двор есть – это хозяйство, они его описывают. С этого хозяйства они уже там собирают ясак, налог. А следующее развитие традиции переписи переходит уже к Петру Первому, когда появляется и опыт европейский, который он получил в своих путешествиях, и желание перейти на какую-то конкретику. И вот Петр Первый учреждает специальные комиссии, где начинаются так называемые ревизии. Всего таких ревизий за два века было десять. Сами описи, они назывались сказками. Вот я даже тут выписал вам специальное положение, как оно называлось при Петре Первом. «Взять сказки у всех, чтобы правдивые принесли, сколько у кого, в которой деревне душ мужеского пола». Даже здесь мы видим, что уже развитие дворового учета, но учитывается только душа мужского пола. Там есть нехорошие такие фразы о том, что женщина, нечего ее учитывать, баба она и есть баба. Я привожу, извините, положение, которое в 18-19 веках присутствовали. То есть, женщины в большинстве случаев не учитывались, дети тоже не учитывались, учитывались только лица мужского пола. Обучая сила, наверное, считалась. Абсолютно верно. Мы говорим о большой конкретике, о хозяйственной части. И любому правителю, там, я не знаю, с 14 века, о чем мы говорили, нужно было платить ЕСАК налог. И в 18 веке все нужно было с практической точки зрения. Нисколько не говорит о том, что женщины не практически на женских плечах, ноша в России, ого-го, какая еще была. И, к сожалению, есть. Но еще и воинов, наверное, имели в виду. Абсолютно верно. И все вот эти страхи, потом, когда случилась уже перепись 1897 года, первая перепись, они все вот страхи в народе и поселились. Потому что люди, к которым переходили переписчики, они думали, что переписывают будущих солдат. Ну и надо отдать должное, страх присутствовал не беспочвенный, потому что это не служба контрактная на полтора-два года. Это служба на десятки лет, когда из деревень, и из чуварских в том числе, уходили и на Отечественную войну, и просто на службу, и уходили на десятилетия. И мы по фольклору уже чуварскому тоже знаем, это были проводы, это вошло глубоко в традиции, и провожали деревнями, родами. Это было действительно очень важное вехо в жизни, быту людей. И это порождает, соответственно, все вот эти страхи, небеспочвенно, еще раз говорю иногда. И мы подходим потихонечку уже к самому главному этапу, первой всеобщей переписи населения на Руси, в Российской империи. Российская империя уже стала большим государством, новые территории в составе находятся, и уровень науки развивается, и уровень статистики в мировом пространстве тоже развивается. Требуется документация, требуется понимание, сколько и каких людей в государстве живет, чтобы правильно научиться распределять финансы. Ну и прямым текстом говоря, чтобы сократить расходы на всякое безобразие страты денег. Там, где нет учета денег, прямым текстом процветает коррупция, процветает казнократство, и это понимают не только люди на местах, наместники в губерниях, но это прекрасно понимают и управители государства российского понимали. Началась подготовка к переписи, загорелся император Николай II, положению предшествовало длительное обсуждение, переговоры, потому что непонятно было, как все это провести. Никто не знал, какого количества населения живет, понимали, что очень много. Это сейчас мы знаем по итогу переписанного населения, а их оказалось 125 миллионов. И вот представьте, вот это количество людей нужно каким-то образом описать, и самое важное, как-то это все переработать. Задача архи сложная, нетривиальная, и нет механизмов ее решения, нет комитетов, нет никакого опыта. Все понимали, что перепись необходимо провести, но не знали, как. Очень долгие обсуждения были, и все-таки указ появился в 1895 году. Назывался указ положения о первой всеобщей переписи населения России. И перепись, собственно, уже началась в 1897 году, 8 февраля. Я смело называю первой цифровой тоже переписью. В этой первой всеобщей переписи населения 1897 года впервые были применены машины. Счетные машины, табулейтинг машин называлась эта компания. Приехал специально представитель компании, который поставил 70 счетных машин. Многие слушатели, наверное, еще помнят такие перфокарты, которые в Советского Союза. Вот ничем почти что не отличались эти перфокарты. Приехал тот человек, который, собственно, занимался статистикой, обладал вообще знаниями, как это можно посчитать. Он придумал перфокарты, он придумал машины, которые это могут посчитать. И нужно было теперь всю систему переписи в Российской Федерации сделать таким образом, чтобы она подходила под эти машины. Собственно, нужны были такие листы, бумаги, которые переписчики приходили в деревнях в дому, и, оформляя, их переносили потом на какую-то перфокарту. И эта перфокарта хотя бы с долей уверенности в 99% была считана. И это ускорило бы перепись населения. Еще раз подчеркиваю, эти машины появились. 70 таких аппаратов заработали в 1897 году. И это не какая-то удивительная или какая-то случайная история. Аппараты полностью отработали, показали свою работу. Более того, этот опыт переписи населения в России сделал большую пользу для этой компании. И эта компания сегодня общеизвестная, все мы ее знаем. Эта компания называется IBM. В то время такие машины, они, наверное, тоже на уровне наших сегодняшних цифровых аппаратов. Это были самые прогрессивные аппараты современной технологии. Не просто самые современные. Это же не массовый продукт. Это уникальное изделие. Этот аппарат можно найти в Политехническом музее в Москве. Можно посетить выставку. Вот скоро Политехнический музей будет реконструирован. И там все будет очень круто, красиво. Кстати, как раз к 2020 году все это можно будет увидеть. Вот я еще приведу несколько, собственно, полезных фактов о том, что перепись в 1897 году провели. А вот не каждый может понять, насколько колоссальный труд был проведен. Ведь надо было переписать 125 миллионов населения. А если точнее, 125 миллионов, 640 тысяч, 21 лист нужно было проанализировать. Закончили эту всю работу в 1905 году. Было издано 98 томов, 118 книг. И вся статистика, все цифры, они там как раз и были собраны. Для чего это все нужно было? Во-первых, это помогло понять и подтвердить свои предположения о величии, богатстве, размерах наших территорий и количестве населения на ней. Мы только могли догадываться. Сейчас мы получили точные цифры. И даже там самые сложные регионы до Чикотки не добрались. Данные прислал губернатор. А по другим областям дошли люди, которые ходили и все это переписывали. Среди переписчиков были великие люди, великие мыслители. Толстой поддерживал все это дело. Антон Павлович Чехов участвовал, ездил по всем территориям. И заболел, к сожалению. Но, с другой стороны, это позволило Антону Павловичу собрать колоссальный багаж знаний о быте русского народа и колоссальный багаж знаний о безалаберности бюрократического аппарата России. Об этом он пишет постоянно. Ругается на нежелание местных властей участвовать в этой важной миссии. Пытался, доносил об этом. Не знаю, удалось ли ему изменить положение дел, но некоторые вещи до сих пор остаются в том же состоянии. Количество людей, которые потребовалось, чтобы переписать все население России, это 150 тысяч переписчиков. Считайте, думайте. На перепись населения было потрачено 7 миллионов рублей. Но в нашем текущем выражении это порядка нескольких, может, миллиардов рублей. Надо, наверное, точно сказать, что Петр Петрович Семенов-Тяньшанский организовал все это дело. Это мы должны помнить. Он был руководителем Российского географического общества. Проталкивал идею проведения вот этой статистической переписи. И благодаря его титаническому труду должен преодолеть сопротивление бюрократического аппарата, который должен преодолеть страх, может, и нежелание населения быть переписанным. И нужно проявлять здесь такие качества, как уважение к людям, к своему народу. Надо уметь идти, разговаривать, объяснять. Это требует времени, это требует энергии, это требует ресурсов. Этими ресурсами поделились те великие люди, которых я сказал. И благодаря этому титаническому труду эта перепись стала лучшей страницей истории в переписи, лучшей страницей вообще статистического наблюдения и лучшей страницей в качестве, в отношении общения с населением. Руководитель Агентства территориального развития и член Общественной палаты Чувашской республики Этнер Егоров рассказал об истории переписи населения. Программу к выпуску подготовили звукорежиссер Алина Кузьмина и корреспондент Альбина Фомина. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова